Субтитры делал DimaTorzok Сейчас всего 10 часов утра Вот как видите, я уже не один раз рассказывала в своих видео, что зима у нас непредсказуемая И очень часто у нас бывает морозы без снега, а то идут ледяные дожди, которые покрывают коркой все растения Ну и естественно после этого большая часть растений гибнет Что я хотела бы сказать? Ну, во-первых, мои дорогие, конечно же, сейчас очень тяжело не только деревьям, которые не знают, как им быть, что им делать То ли спать, то ли просыпаться, потому что, ну вот, как видите, сейчас у нас уже нету снега почти нигде Вот, но тяжело и птичкам, которые, естественно, без корма Поэтому я бы хотела сказать, вешайте кормушки Вот у меня, понимаете, их даже и повесить, честно говоря, негде И все-таки я повесила вот одну кормушечку, сделала я ее из пятилитровой бутылочки Обратите внимание, кормушечка как сделана Два отверстия у кормушки, почему? Потому что птички боятся находиться в закрытом пространстве, когда все видно Потому что, ну, и кошки, и все остальное Я насыпала туда крупы пшеничной Сделала два отверстия Повесила так, чтобы с восточной стороны, где у нас холодные ветра, было закрыто Вот, открыто у меня только с западной и с северной стороны Окошечки такие, которые обязательно надо укрепить проволочкой Почему? Потому что птичка может сесть и закроется окошечко Поэтому надо укрепить проволочкой, конечно Либо отрезать ее совсем Ну, я вот укрепила проволочкой Ну, не знаю, конечно, будут ли садиться птички туда Почему? Потому что очень много кошек у нас Вот, ну, может быть, они и выберут такое время, когда кошки не будет Вот еще повесила я сало Сало надо весить обязательно не соленое Причем вешать нужно высоко, чтобы кошка ни в коем случае не могла достать птичку И чтобы никакие веревки там не пугали, естественно, птичку Надо их обрезать Вот, ну, я вот, как видите, резала-резала Ну, вот, как видите, у меня сало висит Конечно, я обрезала веревки здесь вот Но почему-то я не до конца надо дообрезать Иначе птички могут бояться вот этих колыхающихся веревочек Они не должны быть, но надо их просто-напросто пообрезать Или поотрезать, которые мешают и пугают птиц Ну, пускай я это обрежу, сейчас сниму Итак, мои дорогие, что бы я еще хотела сказать, собственно говоря, что я начала это видео Вот, посмотрите, где у меня пассейна трава Обратите внимание У соседей почти нигде уже нет снега Только там, где у них есть трава, как видите Там снег есть А у меня, вот, обратите внимание Видите, еще сколько лежит на грядках Там, где пассейна Но тут я еще и толклась, потому что вешала кормушечку Обрезала ниточки Вот Поэтому, что я хочу сказать Вот многие считают, что глупость это все это Сеяние трав этих всяких Ну, я хочу сказать Трава задерживает снег Как видите Вот, посмотрите, здесь у меня малина Вся обвязана, кстати говоря Я ее все обвязала Малина, крыжовник И пассейная трава, как видите Конечно, когда я обвязывала малину Я еще затолкла А вот, где я не толклась, а, как видите Ногами не ходила Тут у меня, как видите, снежок прям хорошо еще лежит А там, где я завязывала Все-таки я затаптывала Поэтому, конечно, снега уже здесь нет Что я еще хочу сказать Вот, посмотрите Вот у меня рядом соседние огороды, как видите Ничего у них нигде не прикрыто А там, где вот лежит шифер Обратите внимание Лежит снег Видите, снег лежит И он, как видите, быстро не тает Поэтому я что бы хотела сказать Все эти мои дорогие садоводы-огородники-седираты И я уверена, что вам это со временем понравится Ничего страшного нет Вот сейчас, вот посмотрите У нас было 10 градусов мороза Но, правда, лежал снег Вы посмотрите Даже горчица Еще не померзла А уж рожь тем более Что еще бы я хотела сказать Вот, смотрите Вот у меня грядочки Посеянная рожь Обратите внимание Лежит снег, да? Вот сравните огород соседа Вот он И мой огород Вот, посмотрите Почти везде еще лежит у меня снег Конечно, он потает Так же, как у соседа Потому что тепло Но Я что хочу сказать Вот эта трава После того, как снег покроет Останется на земле И земля не будет лопаться Не будет, как говорится Замуливаться дождями Которые у нас, конечно же, будут идти У нас в декабре, как правило Даже на Новый год у нас зачастую бывает дождь Но бывает и ледяной дождь Который покрывает горкой все Конечно, я никому не желаю такой погоды Я хочу, чтобы у нас было все, как говорится, хорошо Но, к сожалению, погода нас не слушает И под нас не подстраивается Поэтому нам приходится подстраиваться под погоду И вот во многих видео я советую Что да вы не обматывайте Да вот не делайте этого Вот у нас вот Мы и в Сибири живем И у нас не вымерзает Ну и правильно А как же будет вымерзать в Сибири, если у вас снега? А у нас, как видите, погода Быстренько показался снежок Полежал несколько дней и растаял И начало зимы у нас Как видите, почти без снега И прогноз погоды неутешительный Дальше Опять дождей передают А потом резкое похолодание Вот вам, мои дорогие садоводы и огородники И будет у нас непонятно что Как же растению так дальше обходиться Естественно, растению очень трудно Поэтому мы должны ему помочь Ну, вот я просто хотела показать обзор Вот посмотрите, у меня грядочки приподнятые Здесь вот где у меня помидорчики сажаются И как видите, на приподнятых грядочках Посеянная горчица и рожь И как видите, на ней еще лежит снег А там, где я ходила особенно, там вообще черно И вот представьте, я хотела сказать Вот посмотрите Я все растения, которые были как бы удалены Помидорные Вот помидорная ботва Вот была здесь И что с нее осталось? Да уже ничего совершенно Вот остались у меня розы вырезанные И вон муж у меня занимается Веники там вяжет Он понакидал мне тоже сюда Я хочу сказать, что Я никогда не надеюсь на то, что погода будет благоприятна к нам Потому что я уже столько лет живу, слава Богу И знаю, что погода у нас непредсказуемая Поэтому я на авось не надеюсь И жить легко для меня Это, ну, наверное, не мой метод жизни Поэтому я стараюсь все же таки предохранить свои растения Так, как я это умею Уважаемые мои зрители Уважаемые мои подписчики Я еще раз вам говорю Все, что я показываю Я показываю, как лично я делаю у себя на огороде Как лично я ухаживаю за своими растениями Еще раз я хочу сказать Живу я в Ростовской области На ее западе Где очень часто бывает перемена В течение недели Перемена погоды Очень резкая, понимаете Когда большой холод И сразу же большое тепло Ну, как большое тепло Вот я вам уже говорила 10 градусов мороза И вдруг 1 градус тепла Сами понимаете, что разница температур 11 градусов Это очень большая разница Поэтому для растений Это очень трудно пережить и перенести И поэтому, конечно же Я никого не заставляю И никому не даю советы Я просто показываю Как делаю это я Как я стараюсь защитить свои растения Вот посмотрите Вот сейчас у меня ежевика Да, вот она у меня закрыта шифером Вот посмотрите Ведь ей теперь хорошо там Поглядите Зелененькие стволики Чистенько Ей прекрасно Почему? Потому что Ее, естественно, не трогает эта погода Она закрыта Она прекрасно лежит Ей не страшны Такие большие перепады Потому что Она в хорошем укрытии Да и не только ежевика Так я укрываю розы Вот Так я укрываю растения Которые Ну, боятся холоду Вот, мои дорогие Что я хотела сегодня вам показать Я, собственно говоря Просто хотела рассказать Какая у нас сейчас погода И посоветовать вам Вешать кормушечки Вешать сало Только не соленое, конечно Делайте кормушечки для наших птичек Которые весной будут собирать у нас червячков Вот Ну, как видите У нас это, конечно, большая проблема Потому что мы живем в городе И у нас очень много бегает кошек по огороду Которые, конечно же, пугают птиц И они, ну, знаете, боятся Подлетать к кормушкам Ну, будем надеяться Я вот буду смотреть Если все-таки будет тронутая Там Корм тронутый Значит, птички подлетали И надо еще купить будет И пшенички И проса И насыпать всего понемножку Потому что Птички тоже любят разный корм Так же, как и мы с вами Любим разную пищу Вот на этом, мои дорогие садоводы и огородники Я хочу закончить свой репортаж Желаю вам всего доброго До следующей встречи До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok